Привет! Это вторая часть заседания интеллектуального клуба Transatlantic Connections. И сейчас выступит Илья Рабинович, Израиль, Михаил Трипольский, Соединенные Штаты и Анатолий Шиповский, USA. Напоминаю, в конференции участвовало 15 человек, и каждый выразил свое мнение в течение 6 минут. Пожалуйста, Илья. Я буду чуть-чуть развлекать людей. Окей, хорошо. В общем... Не, расскажи про себя. Значит так, смотри. Имя, отчество, фамилия, год рождения, национальность, счет в банке. Начинаем. Номер счета в банке или сумма? Давай, рассказывай, рассказывай. Окей. Илья Рабинович, оригинальное образование в области атерной физики. Занимаюсь разработкой средств для безопасности. Пишу сценарий, книгу. А тот вопрос, который... Подожди, еще мультфильмы делает. Не надо строгать. Да, да. И еще не мультфильмы. На занимание Ленинской премии. Все, я больше не перебил. У нас просто с Ильей всегда такой мы в пинг-понг играем. Окей. А, сам москвич коренной живет в Израиле. А сдал его только что Гриша, потому что он приехал... Илья приехал навестить родственников в Москву. Вот. А все другие москвичи поехали навестить родственников в Израиле. Вот как интересно, а? Очень интересно, да. Извиняюсь, какой премии? Не сталинской, нет? Чего? Я не расслышал, какой премии. Все, все, Толик. Путинской, Путинской. Я сказал фамилии не называть. Окей, хорошо. А мою можно? Мне? Да. Замечательно. Так вот, значит, как раз те вопросы, которые задавал Сэм, это предмет того, что я писал в своей книге. Мы сейчас присутствуем в конце примерно 300-летнего эксперимента, который был поставлен на слицами эпохи просвещения на человечество. И этот эксперимент закончился неудачей. Все, без исключения мыслей, которые были ими высказаны в их книгах, многочисленных, которые составили основу либерального мировоззрения, левого мировоззрения, все они оказались не относящимися к реальности, ровным счетом, никак. И все эти эксперименты, которые были поставлены проверкой, качать гипотез, провалились, все без исключения. И вот мы сейчас находимся как раз в конце этого полного провала. И человечество застыло в недумении, куда двигаться дальше. Однако те религиозные фанатики, которые продолжают двигать всю эту штуку вперед, сторонники культа равенства, свободы, просвещения, гуманизма, особенно светского гуманизма и так далее, вот они продолжают пытаться двигаться в том же направлении, в котором указали в свое время мыслители эпохи просвещения их преемники, в надежде на то, что мир таки придет к состоянию светлого будущего, и все будут счастливы, свободны, равны и прочее, прочее, прочее. Но постоянно что-то идет не то и не так. Насчет революции, да, потому что крах попыток реализации гипотез мыслительной эпохи просвещения совпал с еще одной вещью. У нас идет кардинальная смена экономической формации с промышленного производства на производство продуктов, в основе которых лежат знания. И, соответственно, старая промышленная буржуазия постепенно сменяется буржуазией знаний. А как мы знаем, смена элит это всегда революция. Так или иначе. Потому что старая элита не собирается отказываться от власти и влияния, новой приходится ее брать различными способами, в том числе и силовыми. Другой вопрос, что пока что буржуазия знаний недостаточно сформировала сама по себе и не накопила достаточно ресурсов, но это всего лишь на все вопрос времени, я думаю, ближайших 10-15 лет, не более того. Вот. Теперь по поводу того, что мы наблюдаем в данный момент здесь, сейчас. Мы находимся в самом начале конфликта, который носит неразрешимый характер. Это конфликт между буржуазией знаний и старой промышленной буржуазией. Между старыми подходами, идеологическими, конечно же, в первую очередь левым подходом, либеральным подходом и новыми подходами, которые уже есть, но пока что они находятся в стадии формирования. Это, например, реалинизм. И, соответственно, этот конфликт никак не может быть каким-либо образом приведен к состоянию консенсуса. этот конфликт неразрешимый, а любой неразрешимый конфликт преодолевается всего лишь двумя вещами. Первое это война, второе это граница. Соответственно, все страны, которые перейдут на новые рельсы, получат конкурентное преимущество и начнут вытеснять с мировой арены все страны, которые были построены по старым лекалам. Поэтому этот конфликт трансграничный также будет усиливаться. Так что, опять-таки же, вспоминаем, да, та ситуация, которая у нас здесь есть здесь сейчас, это примерно новое время. Не новейшее, новое. Когда старые аристократические элиты были замещены на уровне буржуазной. Все то же самое, один в один. Ничего не меняется. И если вы хотите знать, что нас ждет в ближайших 20-30 лет, открывайте учебник истории и читайте про конфликт между новыми буржуазными элитами Европы и аристократическими элитами тех же самых территорий. Как он разрешался? Все. Несколько человек мне позвонили, говорят, что я им не прислал. Видите, вот вам прислал, а им не прислал. Поэтому мы все, как говорится, все разные. Я надеюсь, что они сейчас подключатся. Слушайте, ребят, сейчас немножко потерпите одну минуту. Я сейчас позвоню одному человеку. Это очень интересный человек. Его зовут Михаил Казачков. Я извиняюсь, Миша, я извиняюсь. Дело в том, что он сейчас на бостонском телевидении. Сейчас ты выступишь, Миша. Ты выступишь, а он подключится. Михаил Казачков работает сейчас на бостонском телевидении. Это человек, который 15 лет, с 75 по 90 годах сидел в лагерях КГБ. Очень интересный человек. Миша, пожалуйста, Михаил Трипольский. Включайся, Миша. Я включу, Сэм. Михаил Трипольский, главный редактор газеты «Русская реклама». Уже реклама, Сэм. Мы называемся после войны его назвали просто реклама. Расскажи о себе в двух сутках. вкратце у меня два, почти два образования, Киевский университет, я историк, дипломная работа по истории древнего шумера, но мы не будем этим сейчас заниматься. В Нью-Йорке я работаю главным редактором, постоянное участие в теле, радио и прочее. И самая публикуемая в Америке газета. Он главный редактор. Живет в Нью-Йорке. Да. Ну, если да, я вышел из графика, но ничего. У меня скоро сейчас будут передачи следующие при твоей. Я уже так работаю в режиме скоростного. Миша, спасибо. Окей, да. В общем, если начать с того, что ты написал, о том, возможно ли какой-то компромисс, нет. Мы живем сегодня в эпоху как раз предвоенную. У меня была статья в 2017 году. Однажды я был один из тех, кто в Америке полагает, из историков, экспертов, что Америка стоит не Америкой, а от нее зависит стабильность в мире. Это понятно, да? Америка стоит на пороге, ну, дай бог, не гражданской войны. Понимаешь? Поэтому у нас есть такая история американский, известный, Барбала Олтерс, это не я, переведущая. И она именно специалист по гражданским войнам. И вот она считает, и не только она, что у нас сегодня в Америке крайняя нестабильность. Понимаете? Для мира это очень печально, когда такая сверхдержава находится в таком состоянии разброда. Мы знаем, что в 6 января прошлого года Америка могла оказаться жертвой путча, мятежа, свяжения властью, за всю историю... Фамилию не называй, кто устроил этот путч, не говори фамилию. Я не называю, но за всю историю Соединенных Штатов с момента передачи, были договора между отцами и основателями о мирном передаче Америка и началась, что было условие соблюдено, соблюдалось все эти века. Мирной передачей власти. И вот мы чуть не эту традицию не нарушили. И сегодня Соединенные Штаты находятся в этом тяжелом, тяжелой ситуации. У меня есть друзья, которые живут в одноэтажной Америке, они мне рассказывают, какие настроения сидят так называемых роднеков, понимаешь, и прочих, которым очень не нравится, куда Америка идет. Сегодня у нас по опросам всего 13% населения считают, что Америка идет в правильном направлении. Это такие, как я, либералы и консерваторы, уж тем более. Понимаешь, когда вот говорят о роли религии, я вам скажу, что в Америке оно играет колоссальную роль. А того ходят люди в церкви, в синагоги или не ходят. У нас один президент, но, я вам сказал, имени не называть, его избрали именно эти люди из числа религиозных прав и евангелистов. Они его избрали, они поставили ему условия, если он придет в власти, он назначит консервативные судьи, которые постараются Америку поставить с ног на голову. И сегодня мы это в Америке видим. Вчера проходили по Америке колоссальные марши за какие-то аборты. Это будет частная проблема, это не частная. Прямо того, что некоторые американские элиты хотят все, я повторяю, поставить с ног на голову. Понимаете, это очень серьезная проблема и Америка находится в таком состоянии. Недавно была статья в Нью-Йорк Таймс Дэвид Дэбрук и он написал, что он давал причстал факторы, которые могут привести, он считает революционная ситуация, он еще оптимист, потому что другие считают, что будет гражданская война и она будет для нее предпосылки все есть. Я вам скажу, что если взять американскую молодежь, был опрос, спросили, такой опрос воленкий, ребята, вы из разных политических партий, вы готовы встречаться с женщиной, с девушкой, с парнем, которые будут из другой партии. Подъявляющее большинство заявило молодых людей, нет, мы на такое свидание не пойдем, нам нечем говорить с демократом или республиканом. Понимаете, к чему это происходит? В Америке сегодня происходит серьезная ситуация. Белые элиты, американские белые евангелисты, которые читали, что они хозяева, белые, белорелигиозные люди, они читали, что они хозяева Америки в течение веков, понимаете, 50 лет назад все в Америке позиции серьезные, политические, были в руках белых евангелистов в основном. Сегодня Америка меняется, понимаете, она меняется, как писал Уотерс, когда элиты начинают традиционно терять свою власть, они готовы с оружием в руках эту власть защитить. И в Америке сегодня такая вот ситуация, когда по вопросам 50% репабликин заявляют, демократы ведут нас к гибели. И наоборот, такое слово, заявляет, что нет, консерваторы ведут нас к гибели. Поэтому Америка находится в нестабильном состоянии. И проблема в том, что на мировой арене появился игрок, который находится в еще более положении так называемого ледокола разрушителя. Это, мы знаем, это государство, его лидер взял на оборужение концепцию, полностью взял концепцию русского фашиста Ивана Ильина. Почитайте его книги, где Ильин прямо говорит, что это государство невинное, и оно имеет право на территориальную экспансию и на завоевание мира. А кто мешает этому государству, оно только уничтожено. И он цитировал. Да, Сэм. Сэм, привет, Саша Сэршин. Нет, понимаешь, последняя минута к тебя пошла. Не, ну я потому... Я когда буду... Смотрите, ребята, смотрите все. Когда я показываю вот так вот, я тоже на мюте, я с телефоном у меня вот, смотрите. У меня два телефона, мне с вами звонят. Вы этого не слушали. Я тебе оставил три месседжа. Окей, хорошо, Сэм. Я тогда... Нет, пожалуйста, Михаил, Михаил. Последняя минута, я считаю, что ты правильно обозначил проблему, но договориться мы не сможем. Мир не сможет ничего конкретного решить. Мир стоит на пороге серьезной проблемы, которая заключается в вероятности ядерной войны. Она надвигается всеми мильными шагами, понимаешь. Сегодня это очевидно, что есть государства, в котором элиты понимают о себе решение применения этого оружия в случае, если они, их цели, не будут реализованы. Мы это хорошо знаем, кто это и что это за государство. Есть такая опасность, она серьезная, это опасность, понимаешь, потому что цель у них поставлена. Главная сегодня задача этого государства разрушение интеграции Европы, и мы это видим, понимая, что происходит. Главный враг сегодня это Евросоюз, который показал пример интеграции и спасения малых государств. Есть другое государство, которое реализует сегодня идеи идеи Евразийцев, идеи Скифов. Это идея мирового господства этого государства. И мы знаем, чем это заканчивается. Большой, крупной войной. Удастся ли, я не уверен, понимаешь, в том, что за две недели можно будет поставить это государство на колени. Не поставим, понимаете? А большая война может быть. Я, честно говоря, не знаю, как можно ее избежать в ситуации войны в Украине. У меня все, Сэм, на сегодня. Можно убегать просто. Спасибо. Увидишь потом запись, все. Да, хорошо. В следующий понедельник встречаемся по резюме. Окей, пока. Всем привет. Алло. Минуточку. Это Сэм. У нас идет эфир. Можете выступить пять минут по нашей теме? Тему повторить? Алло, сейчас слышно меня? Слышно, слышно, но ее надо заявить очень четко. У нас на связи сейчас Михаил Казачков, который живет в городе Бостоне, да? Вам слышно? Всем слышно? Тема у нас на нейтральной полосе. Можно ли договориться разносторонним людям из разных лагерей политических, экономических и прочих? Или мы уже все стоим на краю вулкана, и этот вулкан неизбежно выпустит лаву, и нам всем будет конец? Ну, всем конец не будет, а договориться вопрос когда? До или после? Одну секунду, Михаил, вам слышно, ребята? Да. Все, пожалуйста, вас слушают сейчас 10 человек. Хорошо, спасибо. Мне больше 14. Спасибо. Значит, вопрос-то какой? И когда договориться? До того, как рухнет режим или после? А, вот мы договорились, Михаил, я вас предупредил тогда, мы договорились, мы сегодня не называем имен политиков, мы говорим ну, так, концептуально. Ну, и я, концептуально совершенно понятно, что режим не называет никаких имен на последних ногах. Понятно, что он 50 лет следующих не проживет. Скорее всего, не проживет и 5. Но не об этом мы сейчас говорим, а ясно, что он рано или поздно кончится. Когда он кончится, договариваться или заранее договариваться? А кроме него еще кто-то есть в мире? Кроме режима? Нет, нам же, нам только что с одним человеком надо разговаривать, а между собой нам не надо разговаривать. Вот здесь сидят москвичи у нас, петербургцы. Нет, я и говорю, с ними надо разговаривать. Мы не будем разговаривать с тем человеком, на которых вы намекаете. Сем, притормозите. Нам договариваться можно либо сейчас, либо потом. Причем договоренность к какой части относится. Сегодня можно договариваться только об одном, как ускорять падение режима. После, если смотреть дальше, дальше тормозного пути, то тогда надо, может быть, сейчас договариваться, а как действовать после этого. Можно договориться или нельзя. Вот это два разных варианта. До этого, на мой взгляд, договариваться можно только об одном. Кто хочет, пусть сидит и ждет. Кто умеет, пусть активничает и ускоряет. Но все равно пока этот режим есть, о чем бы ни договорились, это все впустую. Это разговоры на диссидентской кухне в советское время. А вот после этого другой вопрос. Но тогда надо иметь представление о том, что скорее всего возникнет после. У меня есть свое субъективное представление о том, что будет. попытка коллективного руководства, которое не удержит страну. И она начнет разваливаться так же, как развалился Советский Союз. Я должен признаться, что в 1991, когда я только приехал в Америку, вскоре после выхода из тюрьмы. Михаил, в двух словах расскажите про вашу судьбу. В двух словах, буквально 15 секунд, чтобы люди понимали. Вы сейчас находитесь в студии Бостонского телевидения, правда? Нет. Я уже вышел. Но вы были, да, там? Да, я работаю там часть времени. Хорошо, расскажите, расскажите, я вам скажу, Михаил, 44-го года рождения, взрослый парень, и расскажите о двух словах о себе. В двух словах, 10 лет работы в Академии наук теоретическая физика фундаментальная. Никакого допуска ни к каким секретам никогда не было. После Хельсинских соглашений мое решение, принятое в 19 лет уехать из страны в Америку, я начал реализовывать, стал подавать документы. В 1975 году или в 1974? Это 1975 год, Хельсинские соглашения, и в августе их подписали, а в конце октября меня арестовали. А вы сами москвич? Петербургский. Окей, спасибо. Вот, значит, после ареста мне было предложено дать показания о том, что сотрудник консульства Соединенных Штатов, с которым я разговаривал о получении разрешения на въезд, это было по закону обязательно, поскольку если ты хочешь натурализоваться, ты должен получить разрешение для въезда. А вы в Израиль хотели выехать, да? Документы были в Израиль, да. Я наполовину еврей, наполовину русский. Поскольку мама еврейка была, то как бы я законно претендовал на выезд в Израиль. Другого не было варианта. Но намеренно я было ни от кого не скрывал. У меня было предложение уже от Чикагского университета на работу. Вот. На десятый день после подачи документов в ВАВИР меня арестовали и предложили дать показания, что консульский сотрудник вербовал меня для ЦРУ. Я такие показания давать отказался. Поэтому тогдашний максимальный срок был 15 лет. Но это не считая расстрела по измене родины. Вот мне дали измену родине в форме оказания помощи иностранному государству в оказании враждебных, в проведении враждебной деятельности против СССР. 15 лет. Я довольно жестко сидел, длинные голодовки, разные приключения. Срок мы тюремным приговором увеличили до 18 с половиной. Но когда стало приближаться окончание, уже была перестройка 5 лет, уже этим занимался Госдеп, уже ко мне приезжали в тюрьму конгрессмены. И вас все равно не выпускали? Я последний, кто вышел. Причем КГБ, который контролировал фельдегерскую службу, указ Ельцина о моем немедленном освобождении вез месяц. Я не досидел 15 лет, до 20 дней не досидел. Мы всем уважаем вас, и вы просто героический человек. И если вы, как говорится, после 15 лет отсидки, и вы уже взрослый человек, которому 78 лет, я так посчитал, да? Ну, 78 да. И вы работаете, и вы активный человек, и это просто у нас есть теперь у каждого из нас, есть тут старше вас один человек, вот Сергей есть, Комков, он тоже, он профессор, он научный работник, он старше, ему 83 года, и он каждую зиму в Чикаго там в лунку ныряет, представляете? в лунку я не ныряю, я не ныряю, в лунку сознаюсь, но километр проплыву несколько дней в неделю. Мы вас ждем в следующий понедельник, спасибо большое, было очень приятно, если вы хотите, я вам там скинул линк, вы можете еще подключиться в видео, или в следующий понедельник, как хотите. Договорились, всего доброго. Спасибо, счастливо. Интересно было послушать? Да, интересно, да. И вы помните, я назвал, я называю всех, кто следующий выступает, у нас, кажется, Анатолий Шиповский, да, следующий выступает? Мой друг, мой близкий друг, который пришел ко мне в самый тяжелый момент, полтора года назад, и вот мы стали друзьями, как говорится, быстро, но качественно. Все время ругаемся. Толик, расскажи о себе в двух словах. Поскольку пять минут я себе поставил и впервые в жизни вот Сэм меня попросил написать немножко, чтобы не запнуться, хотя мне это никогда не надо, когда я работаю... Так, расскажи про себя в двух словах. Ну, я, в общем так, хотел бы сказать, что я русский и... Да нет, ну это ты потом скажешь. Давай я расскажу. Нет, ну почему? Нет, почему? В школе из Ташкента кандидат математических наук. Выехал из Советского Союза, из Ташкента уже был кандидатом математических наук. Молодой да ранний. Здесь я не знаю, что он защищал, но он работает с Силиконвалы, работает на очень ответственной работе. Очень, очень, очень ответственной работе, поэтому называть не буду. Окей, пожалуйста. В общем, я начну вот с чего. А на нейтральной полосе цветы, необычайной красоты, Сэм спросил нас, как мы понимаем это. Если честно, то у меня, поскольку я знаю эту песню Высоцкого, я мог бы ее даже спеть, но там дело, речь идет о конфликте между Индией и Пакистаном. Ну, а какие там могут быть цветы на нейтральной полосе? Такие, которые, я бы сказал, вот у меня за спиной, травка. А травка имеет два смысла. Я воспитывался в такой ситуации, можно сказать, в мире голубей. Голуби, это, можно сказать, что это ассоциируется всеми людьми с миром. И, как говорил Хантингтон, тот, который написал о цивилизациях, что их восемь вот сейчас, самая главная, это цивилизация, граница. А она не проходит по географии. Если Вы думаете, что границы цивилизации идут по географии, то сильно ошибаетесь. Они идут по сердцам людей. Так я был американцем, и меня обзывали в детстве американцем, начиная с 14 лет. Особенно это делали очень упорно, это военруки. Когда я... Подожди, а как тебе русскому жилось среди узбеков? Тоже очень вопрос. Это я как бы... Я этого коснулся. Я этого сейчас коснулся. Как раз я этого коснулся. Так вот, военруки, когда они слышали, что я рассказываю новости, настоящие новости из «Голоса Америки», они мне говорили, «О, американец пришел». Я тогда не думал ни обо какой иммиграции, ничего подобного. Я был пионером, комсомольцем, патриотом таким советским. Можно сказать, совком. Но я был очень мирным человеком, и меня, можно сказать, завербовали через не какую-то революцию специфическую, да, вот американцы пришли, спустились на парашютер, а через Битлов. Битлз и другая культура. Вот цветы. Цветы, помните, да, хиппи? Вот таким я стал американцем с самого начала здесь. И когда я сейчас уже американский гражданин, мне это как бы настолько естественно, как будто я здесь родился. теперь по поводу русских в Узбекистане. Вы знаете, несмотря на то, что я русский как бы по крови, и у меня и оба родители русские, но они, как я недавно узнал, а дед мне это сказал еще перед тем, как я сюда ехал, в Америку, что они из донских казаков. И когда я слышу украинский гимн, и там упоминается про казахов, казаков, не казахов, потому что есть Казахстан рядом с Узбекистаном. Это совсем другое дело. Мне тоже приятно очень. Я как бы после 24-го числа, после 24-го для меня мир раскололся. И раскололся он не просто на две половинки, а вот славянская цивилизация, одна из восьми, она раскололась. Я считаю Украину с этого момента цивилизацией западной, это мои братья. И я еще вот что хочу сказать. что хочешь мира, готовься к войне. Помните, с детства нам это говорили. Меня это коробило. Она меня коробила, но, к сожалению, а может, к счастью, я не знаю, она сейчас стала определяющей в моем понимании настоящего момента. Если бы готовились к войне хорошо украинцы, не было бы 2024 года, 2014 года. Но я понимаю, нельзя вернуть назад. Но когда сейчас требуют от моей страны помощи и говорят, она слишком медленная, вы должны понимать, что я, даже я, при всем уважении и при всей любви к Украине, которую я постоянно поддерживал, я был уверен, что займет это 2-3 дня, эта война. И когда я увидел героизм, это меня настолько поразило, что я просто, не знаю, я готов просто со своей зарплаты отчислять каждый день, каждые 2 недели кому-то на снаряжение, каким-то детям. Толик это уже сделал несколько раз. Это очень мало. Это большие суммы, поверьте. Это очень мало, потому что я хотел бы, вот если среди вас есть какие-то дети, которые ваши воюют или что, я готов помогать как угодно в плане денег. Дима, Толик твоему сыну передал, я просто никак не могу передать. Это Толик передал. Тут сидит Дима, который... Если бы вот эта встреча не была организована с Сэмом, я бы отказался. Знаете почему? Потому что я сейчас считаю, что все говорящие головы это особенно те, которые призывают к миру. Вот, например, Арестович очень четко сказал, очень красиво сказал в последней речи, что нельзя ненавидеть. И он прав. Нельзя обесцеловечивать. Если ты обесцеловечиваешь противника, то ты, фактически Путин, в смысле, не будем называть имена, кремлевские гопники, они победят. Они победят, если мы станем обесцеловечивать друг друга. То есть, любовь все равно, вот эта битловская любовь должна оставаться. Этот фильм, эта песня и мейдин, она у меня все равно сидит. Но, вот кто нас слушает? Если нас слушают бойцы, бойцы героические, перед которыми я просто преклоняю голову, потому что они воюют и за нас. Украинские. Я сейчас дам слово Дмитрию Попову, сын его в армии. Я бы не хотел, чтобы они расхолаживались этими голубками нами. А вообще, в каждом человеке живет голубь и ястреб. У меня, мое все сердце и мозги были в голубях. Но теперь у меня половина сердца, как минимум, а может даже и больше, оно истребимое. Но за спиной у тебя природа, матушка, поэтому... У меня все, да, конечно, я бы очень хотел, чтобы вы именно в этой встрече, может быть, стартанули какой-то обратный путь, обратный путь от моей истребильности сейчас голубям. Но я не знаю, получится или это. Дело в том, что я считаю, что на Земле, ой, то есть не на Земле, а во Вселенной. Еще есть время? Минута. Да. Во Вселенной... Одна секунда. Все следите за моим пальцем. Я не буду перебивать, мне неудобно. То ли говорит все правильные вещи, то я бы тоже это... Ну, мы с ним каждый день общаемся. Все, пожалуйста, говори. Я считаю, что во Вселенной существует три типа цивилизаций. Их можно разбивать на подтипы по разным параметрам, но, в общем, три. Первая цивилизация – это двоечники. Это те, которые бегают по кругу. Они сами себя уничтожают. Может быть, иногда по спирали, но потом все равно возвращаются и обратно по спирали и обратно. Мы принадлежим, скорее всего, к этой цивилизации, к сожалению. Есть тип цивилизации троечники. Они в какой-то момент научились себя не уничтожать, но они погибают, когда взрывается звезда их, солнце их. И, наконец, третьи отличники – это те, которые под влиянием, может быть, я это говорю, Стругацких или еще других писателей. Это странники. Они научились уйти вовремя от взрыва. К сожалению, нам далеко еще до Си. И я бы очень хотел, чтобы вот эта встреча стартанула, чтобы мы не были просто говорящими головами, потому что выживить не за деньги здесь. Лично я – нет. Я думаю, что Сэм – нет. Мы можем подозревать, что каждый из нас грезит за деньги. Это, конечно, к сожалению. И мы не можем быть противниками. Здесь никого не за деньги, я никому даже доллара не предлагал, поверь мне. Понимаете, если мы противники, как Сэм назвал передачей, то, значит, мы фактически враги. А с врагами можно только договариваться. Если мы будем договариваться, это уже хорошо. Значит, будет холодная война, черт с ним. Значит, мы проходим один из этих кругов, пока когда-нибудь в другом круге кому-то повезет или не повезет, уничтожится. Пусть это будет не в нашем круге, не в нашей спирали. Все, я закончил. Слава Украине! Спасибо большое. А сейчас самое время. Значит, сейчас выступит Дмитрий Попов из Киева, участник этих всех событий. На его глазах это все начиналось. Он живет под Киевом, в городе Вышгороде. Но если вам было интересно посмотреть предыдущие две части, то вам будет интересно и последующие четыре. Единственное, что я не видел достаточно отзывов и достаточно просмотров. Если так будет продолжаться, я не буду больше делать видео. Но пока! Продолжение следует...